Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим про весну на винограднике, про, может быть, некоторые работы на винограднике. Ну и покажу, что происходит на нашем участке. Итак, у нас сегодня 3 апреля. Месяц назад, может быть, даже чуть больше, я вам показывала этот же участок и говорила, что весна пришла слишком рано, уже снега не было совсем. Ну вот, вчера зима решила вернуться, снег решил выпасть и все белым-белым. Да, сегодня солнышко, поэтому я вот прячусь в тенечке, потому что на солнце стоять просто невозможно. Так оно отражается от снега и светит в глаза. Ну и сейчас чуть-чуть пройдемся, покажу, как это все выглядит. Вот по нашим следам видно, что сантиметров 5, а кое-где и больше слой снега лежит. Хотя, конечно, сегодня солнышко, и поэтому он начинает активно таять. Вот возле дома прям такая совсем копель. Видно, что в теплых местах вовсю зеленеет травка, тюльпаны пробиваются. Вот это я вам тоже показывала вдоль дома, молодые винограднички. Мы прикрывали их соломой, потому что здесь снег сошел рано, место теплое, хорошо прогреваемое. А просыпаться растениям еще слишком рано. Ну вот над крайним, к сожалению, соседские куры поиздевались, и всю солому разгребли, осталась только кучка земли. Ну а здесь, видите, вот грядочки покрыты снегом. Вот эти белые холмики, это молодой виноградник. И тоже все укрыто снежком. И хотя нам, людям, конечно, скорее хочется весны, скорее хочется зелени, весенних красок, что-то быстрее делать на своих участках. Мы засиделись после зимы. Но, тем не менее, вот такая погода, по крайней мере в наших условиях, это очень хорошо. И мы никуда не спешим. Несмотря на то, что вот неделю назад там было градусов 14-15, мы еще не готовили никакие грядки, ничего не вскапывали, не перекапывали школку, не пытались что-то открывать, либо убирать какие-то мульчи. Потому что в наших конкретных условиях мы знаем, что весна, вот это ранее, она очень обманчива. Сначала поманят своим солнышком, своим теплом, а потом наступает холодная погода. И вот в ближайшую неделю тоже будут и ночные температуры, там и минус 3, и минус 4, и дневные тоже невысокие, поэтому спешить некуда. Но вот этот снежок, который нападал, это тоже очень хорошо, потому что если снег сходит рано, то земля быстро теряет влагу. И к тому моменту, когда нашим растюшкам, всем надо активно расти, и у них большая потребность во влаге уже достаточно сухо. Ну и, конечно, вопрос, когда открывать виноградник. Мы не спешим. В наших конкретных условиях мы уже наблюдаем много лет за погодой и за всем. И будем стараться вообще максимально удерживать лозы под укрытием до 1, а может быть даже до 9 мая. Потому что наши наблюдения показывают, что именно в этот период, вот с 1 по 9, когда опять же тепло, вот это весеннее нас поманило, уже все вокруг зелененькое, сады цветут, и хочется быстрее виноград раскрыть. Мы думаем, что вот быстрее опустится в рост, но все это обманчиво. И вот это такой опасный период, когда приходят заморозки, даже, наверное, не совсем правильно их назвать заморозками. Это даже в такие поздние весенние морозы, когда бывало с утра встаешь, а на участке минус 4. И это не какое-то вот там краткосрочное похолодание, когда вот волнам идет. Нет, это везде она. И на почве минус 4, и наверху минус 4. Ну, и, конечно, ни один виноградник молодой таких понижений температуры не выдерживает. И если мы открываем раньше, то потом нам приходится бегать и все это накрывать. При этом следить за этими температурами. Мы не всегда можем быть на участке, это не всегда попадаются, например, на выходные. Ну, и получается себе лишняя работа. Поэтому мы будем стараться максимально, вот сколько мы сможем продержать виноградник под укрытием, столько мы его и будем держать. Вот в идеале до 9. Ну, будем смотреть, конечно, погоды, прогнозы, если будем уже понимать и быть уверенными, что будет нормальное тепло, значит, будем открывать чуть раньше. Но максимально будем стараться до начала мая все-таки, все-таки, чтобы это поддержалось. Ну, касательно всех вот мульчирований и всего остального, да, по мульчированию, часто такое мнение, что вот весной мульча плохо, она задерживает прогревание почвы. Опять же, касательно наших условий, это замечательно. И чем позже она прогреется, вот нам надо додержаться до этого начала мая. Потом растение наверстывает. Уже это опыт многих лет. Поэтому, если что-то где-то задерживается, это хорошо. Даже наша цель немножко задержать вот это распускание почек. Потому что, да, бывает весна позднее, и тепло приходит поздно. Но если тепло приходит слишком рано, растения просыпаются, а потом, ну вот даже, я же говорю, неделю-полторы назад, 14-15 градусов уже там в легких свитерочках ходили, а сейчас вот снег. И, конечно, было бы идеально, чтобы он даже полежал какую-нибудь недельку. Вот для огорода, для растений и для винограда, в частности, это было бы классно. Но, к сожалению, мы погоде покомандовать не можем. Тут она уже сама решает, как ей поступать. Мы же решаем, что не спешить. Точно так же мы не готовим еще школку, ничего не копаем в огороде. Потому что, вот если бы мы это сделали неделю-две назад, лишнюю землю пошевелили, влага начинает из земли уходить. Ну, а потом вот, да, сейчас хорошо, снежок выпал, влага пришла. Но если бы он не выпал, земелька бы иссушалась. Пока что нам спешить некуда. Вот эти земляные работы, я думаю, что, наверное, с середины апреля, может быть, и позже мы будем проводить, тоже будем смотреть по погоде. Конечно, регион региону рознь. И даже в рамках Белоруссии, Южной области, Центральной и Северной области, они тоже могут отличаться. И поэтому любые работы, которые мы хотим проводить, они будут зависеть и от конкретных условий вашей местности. То есть мы пока что особо никуда не спешим, но и расслабляться нам уже некогда. Что мы делаем сейчас? Сейчас, несмотря на снег, земля уже отмерзла. И сейчас мы готовим ямы под новые посадки винограда. Как раз у нас есть время, у нас есть возможности, и мы можем в таком, ну, скажем, относительно размеренном темпе заняться вот этой подготовительной работой. Вот, смотрите, у нас подготовка ям идет полным ходом. Но более подробно про ямы, вообще надо и готовить не надо, в ближайшее время расскажу. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов и награды. И мой контакт. До новых встреч!